Саламат ССБ, от имени программы развития ООН я сердечно поздравляю вас с 30-й годовщиной независимости Кыргызской Республики. Кыргызская Республика родилась в результате усилий женщин и мужчин Кыргызской Советской Республики, которые стремились к обретению независимости как символу единства, мужества, национальной гордости и достоинства. Свобода – великое наследие, которое жило в генах наших предков. Кыргызский народ на своем 2000-летнем историческом пути всегда стремился к единству и построению независимой и процветающей страны. За последние 30 лет Кыргызстан столкнулся со многими вызовами. Было проведено множество реформ, направленных на укрепление государственности. С 1993 года, с момента открытия представительства ПРООН в стране, мы поддерживаем усилия Кыргызской Республики по содействию устойчивому человеческому развитию, сокращению бедности, укреплению демократического управления и решению экологических проблем, предоставив в общей сложности более 400 миллионов долларов в виде грантовой помощи. Мы по-прежнему твердо привержены поддержке свободы, развития и процветания Кыргызской Республики. В течение этих 30 лет Кыргызстан был очень активным членом формирования международного сообщества и глобальных норм и универсальных стандартов, по которым мы все живем. Кыргызстан принял международные цели по искоренению бедности, ликвидации неравенства, укреплению мира и безопасности, реализации прав человека для всех людей во всем мире. Основываясь на этом, мы можем работать как организация объединенных наций, чтобы помочь стране улучшить устойчивый доступ людей к ресурсам и их использованию, помочь создать лучшие демократические системы управления и найти баланс между экологией и экономикой, в том числе через сотрудничество с соседями Кыргызстана и сохраняя мир на границах. Сегодня я поздравляю всех женщин, мужчин и детей Кыргызстана и надеюсь, что в будущем ваша страна будет представлена прекрасным разнообразием вашего народа, где человеческие права женщин будут реализовываться и признаваться во всех сферах общества. Я вижу будущее без всяких форм насилия и дискриминации в отношении всех людей, и особенно женщин и девочек, чтобы они могли жить в полную силу и продолжать поднимать эту страну, как они делали это на протяжении всей истории, как это так богато описано в вашей литературе. В свои нежные 30 лет Кыргызстан уже не ребенок и даже не подросток. К зрелому и энергичному герою Центральной Азии мы надеемся, что будущие годы позволят стране встать на устойчивый путь низкоуглеродного развития, при котором экономика может расти без вредных выбросов и постепенно перейти на возобновляемые источники энергии. А адаптация к изменению климата может снизить риски стихийных бедствий и человеческих жертв. Мы также надеемся, что Кыргызстан продолжит свой путь к цифровой трансформации и использованию перспектив новой технологической революции, чтобы охватить также самые отдаленные и уязвимые группы населения, подключая их к глобальному обществу для получения ресурсов, чтобы избежать изоляции и бедности. Для того, чтобы люди могли выбраться из нищеты, инвестиции должны охватить все уголки этой удивительной страны и все группы населения, в соответствии с вашим обязательством по обеспечению равенства. Пандемия COVID-19, вероятно, является самым большим препятствием достижения прогресса в области глобального развития и целей устойчивого развития в наше время. Многие жители Кыргызстана понесли личные потери, потеряли работу или доход, а также принесли огромные жертвы, которые невозможно восполнить. Для них и для всех людей ПРООН в Кыргызстане будет продолжать упорно работать над ускорением развития во всех областях нашей деятельности. Сегодня и всегда ПРООН будет вместе с народом Кыргызской республики, чтобы вместе переосмыслить развитие и построить светлое будущее. Сегодня и всегда ПРООН stands with the people of the Kyrgyz Republic to reimagine development and to build a brighter future together. Чонг рахмат.